Всем привет, друзья! Говорит и показывает белый копатель, и сегодня мы увидим просто обалденные монеты, найти которые мечтает каждый кладоискатель. Этой историей со мной поделился мой тезка Денис, за что ему огромное спасибо. Первый день двое моих друзей поехали на распаханную деревню. Пашется она давно, и находок там всегда много. После последней распашки прошло больше недели. За это время народу пробежалось там огромное количество, везде следы и ямки. Один из друзей взял с собой восьмилетнего сына. Начали поиски. Прошло немного времени, сын ходил в стороне. И тут он подбегает к отцу и спрашивает, «Папа, у тебя есть такая монета?» А в руке держит имперский рубль с женским портретом. Отец впал в ступор, стоит и молчит. И тут второй друг начал на него наезжать. Мол, что ты, сына подговорил надо мной прикольнуться? Купил китайскую копию и придумал на копе меня разыграть. Но когда взял в руки, рассмотрел всю монету, гурт, тоже впал в ступор. Постояли они так молча, отошли немного и, конечно же, принялись искать там еще. Но так как приехали они под вечер и уже темнело, в тот день найти ничего не удалось. На следующий же день друзьям попался еще один рубль, правда с большой царапиной, видимо плугом зацепило. А еще через день выпало уже сразу два красавца. Уже гораздо позже удалось друзьям найти там еще и полуполтинник Екатерины Второй. В итоге место, где были найдены все эти монеты, ребята вычислили точно. И теперь с нетерпением ждут весны и новые распашки. Для любителей статистики скажу, что клад был найден в Московской области. И немножко по ценам. По рублю Петра Первого 1725 года сказать очень сложно. Их очень много разновидов и здесь надо быть на самом деле специалистом, чтобы определить какой этот тип. Но у всех этих рублей ценник очень приятный. Второй рубль это рубль 1740 года, времен правления Анны Ивановны. Данного рубля есть три разновидности и стоить он может от 30 до 200 тысяч рублей. Третий рубль 1755 года, времен правления Елизаветы. По двум буквам под Орлом М и Б становится ясно, что это рубль от Чеканина на Московском монетном дворе. У данного рубля тираж 594 тысячи. И ценник у этого рубля от 25 тысяч до 80 тысяч рублей. Монеты и правда невероятно красивые. Друзья, напишите в комментариях, могут ли эти монеты являться частью одного клада. И второй вопрос. А что бы вы сделали, если нашли такие монеты? Стали бы их продавать или оставили бы себе на память? Сезон уже начался и я надеюсь новая распашка поля порадует ребят еще красивыми монетами. Огромное спасибо Денису за присланные фото и видео. Кстати, у него есть свой канал на ютубе. По ссылке в описании вы можете перейти и поддержать его лайками и подписками. Ну а всем зрителям моего канала я желаю найти свой клад или хотя бы одного такого красавца. Ну а если вам уже удавалось найти клад или что-то интересное и вы хотели бы поделиться своей историей, то вы всегда можете это сделать, прислав свои фото и видео мне. Мои данные есть в описании под этим видео. Ну а на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте жать на колокольчик. Это важно. С вами был Белый Копатель. До новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok